Все хорошо. Давайте начнем наш вебинар. Начнем представление продуктов АГКат. В частности, сегодня мы рассмотрим линейку продуктов для построения сборных железобетонных стен. Я постараюсь ответить на некоторые вопросы, которые мне пришли. Следующие вопросы будем отвечать уже в следующих вебинарах, потому что все мы осмотреть сразу, к сожалению, не сможем. Это довольно обширный и большой материал. В первую очередь я бы хотел вас познакомить с инструментами АГКат, линейкой приказ Конкрет, а также линейкой Кат Опенинг для работы со стеновыми панелями. В первую очередь многие из вас сталкивались с тем, что в Revit есть несколько вариантов создания панелей. Это создание отдельных семейств, использование стандартных стен и дорабатывание конструкции дополнительными элементами. Все это приводит к тому, что это трудозатратный, объемный материал, который нужно создавать. И не всегда это удобно. Не всегда удобно с этим работать, чтобы это было довольно легко, то есть быстренько что-то можно было поменять. Это монотонный такой труд. Кут Опенинг, не Кут Опенинг, а приказ Конкрет от АГКата позволяет вам использовать конструкции панели, создавать панели независимо от каких-то норм, от каких-то стандарт. Вы можете создать любую панель, которую вам захочется. То есть любой длины, любых размеров, любой формы. И у вас не будет таких больших ограничений, которые были связаны с инструментами создания семейств. Так, тут вроде у меня есть вопросы, что вы задаете мне. Так, секундочку, дайте я посмотрю. Руку кто-то поднимал. Я, честно, не понимаю, как мне тут вам ответить. Ну, вы можете написать вопрос. Нет, пока нет вопросиков. А, наверное, случайно. Хорошо. Давайте вопросики в конце просто будем после каждого элемента. После каждого пункта я буду спрашивать, если что-то будет непонятно, и пытаться отвечать на ваши вопросы. Так. И начнем перво-наперво. У нас есть с вами сейчас моделька. Это будет вот такой вот пример здания. Это просто созданные панели из стандартных стен. То есть это просто созданные сперва стены стандартные в ревите. Любого размера, которого мы собираем. То есть если мы перейдем на план, мы можем посмотреть. Это стандартная несущая стена. Никаких дополнительных отступов нету, никаких элементов. Все просто соединено. То есть буквально то, что мы можем получить от любого архитектора. Либо мы можем быстренько накидать самостоятельно. В дальнейшем мы, так сказать, переделаем немножко эту картину. Мы разделим сейчас наши стены на элементы, которые нам будет удобны. Но перед тем, как делить, у меня был как раз такой вопрос еще. Мы добавим в наши элементы отверстия и проемы от архитектора. То есть добавим двери и окна. Здесь мы воспользуемся следующим инструментом. Давайте я перейду. То есть видите, у меня на конструкции нету никаких окон. Мы загрузим изначально связь. Подгрузим архитектурную модель. Сейчас моделька будет подгружена. В ней будут отображены окна. И мы добавим их в нашу конструкцию. Окна сделаны простые, прямоугольные в архитектуре. То есть там нету никаких укосов, нету никаких элементов, которые бы нужны были нам в нашей модели. Поэтому, когда мы будем копировать эти окна к себе в модель, мы можем задать тот вариант проема, который нам требуется. Со всеми откосами, со всеми неровностями. То есть так, как нам требуется. Что мы делаем? Мы возьмем инструмент Cut Opening. У него есть очень хорошая функция, которая называется «Вставить окна или двери». У нас появляется вот такое окно, в котором представлены все проемы, все стены, в которых имеются проемы из архитектурной модели. Мы можем выбрать какой-нибудь проем, отфильтруем по данному типу. То есть мы взяли стандартные проемы прямоугольные, выберем их все, выберем ОК и подберем любое окно, которое есть в нашем файле, которое мы хотим расставить. Вот мы возьмем прямоугольный проем со скосами и нажмем ОК. Всего 35 таких окон, которые у нас сейчас будут расставлены в нашей модели. Закроем окно. Посмотрим, что в нашей модельке появились окна. Но не появились окна, которые предназначены для балконных проемов. Мы их не выбирали, мы их не поставили. Повторим процедуру снова. Продолжение следует... На этот раз мы выберем другие элементы. То есть мы здесь можем подобрать любой проем, который у нас представлен в модели из архитектуры. Выберем проемы балконные. Выделим их и также добавим элементы балконных проемов. Их всего у нас 9. Также у нас остались с вами проемы дверные. Мы тоже их можем выбрать. Причем мы можем выбирать проемы независимо от размеров. Одну секунду, как вы преднастроили проемы, что делается в данном расширении или обычным семейством. Проемы это обычные семейства, которые мы сами разбираем. Данная функция позволяет... Так, давайте сперва на первый вопрос. Смотрите, это стандартные проемы, которые мы загружаем в нашу конструкцию. То есть в нашем файле, в нашем конструктивном файле. Да, подождите секундочку, не торопимся. Сейчас я все элементы покажу. Смотрите, первое, проемы. Это обычные семейства, которые мы создаем. Они в нашем конструктивном файле могут быть с любыми откосами. То есть с откосами фигурными какими-нибудь, либо с простыми. Могут быть стандартные прямоугольные. У архитектора же эти проемы могут быть с заполнениями. То есть с рамой, с окном, с застеплением и так далее. Нам, по сути, эти элементы особо-то и не нужны. Да и архитектор может особо не вдаваться в то, как выполнены откосы этих элементов. Ему это тоже не особо будет важно. Поэтому что мы делаем? Мы, чтобы не расставлять эти проемы вручную, мы берем и с помощью программы находим положение всех проемов архитектурных и заменяем эти архитектурные проемы на наши, которые мы указываем самостоятельно. Причем, когда мы выбираем наши элементы, мы можем указать любой типоразмер стены, любой типоразмер проема, и программа автоматически подберет размер проема и создаст такие типы, которые ему подходят. То есть он найдет самостоятельно недостающие. Так, давайте следующие пройдем по вопросам. Секунду. При помощи данной функции работать с плитами тоже можем. То есть мы можем не только проемы стеновые и оконные добавлять, но и проемы под технологические элементы и под системы смежников. Следующий вопрос. Можем показать проемы с откосами и как они будут обработаны в панелях? Ну, давайте вот возьмем наш проемчик, который у меня есть, который мы сейчас добавили. Секунду. Я скрою модель архитектуры. Один момент. Вот наши проемы. Как они выглядят и как мы их делаем. Да, то есть это стандартный проем семейства Revit. Вот я сделал откос. Откос у меня по 10 миллиметров. Я могу задать любой откос, какой я захочу. Захотите, сделайте более фигурный, более требовательный, который у вас используется. Я не особо фантазировал, сделал простой элемент с простым откосом. То есть это создать можно самостоятельно любой. Так, теперь вопрос. Как же архитекторам потом учитывать отделку, если ему не важно, какой у него откос? Смотрите. По факту архитектор может отрисовать свою модель вместе с откосами. Но нам в нашу модель не нужны его окна со всем его наполнением. Нам нужна только основная часть, которая остается у нас в конструктиве, которая важна нам для панелей. Поэтому если архитектор сделает элементы с откосами, хорошо, пускай так и будет, мы все равно заменим их на свои. Если он сделает спервобазовый, он потом вполне может также поменять на наш, если ему потребуется. Это то, что касается откосов и элементов. Мы не задаем откосы в самой программе? Да, смотрите. Программа подразумевает мониторинг. То есть если у меня смещаются какие-то откосы, либо я изменяю, смещаются какие-то проемы, либо изменяются размеры проемов, здесь функция подразумевает не только вставку, но еще и апдейтинг. То есть мы постоянно можем обновлять эти элементы. То есть мы можем фигурировать и смотреть элементы. То есть если я сейчас, допустим, мы можем попробовать, я могу переключить и поменять расположение в окна в архитектуре и мне добавить. Смотрите, у меня здесь есть не опенинг, и созданные окна. Созданные окна мы всегда можем проапгрейдить, то есть обновить. Все, что горит зелененьким, соответствует сегодняшнему файлу. Если будет гореть кларасненько, значит элемент смещен, и мне его нужно будет пододвинуть. То есть вот здесь есть рефреш-вью или апдейтинг элемент будет доступно. Так, секундочку. Можем мы сперва полностью расскажем про программу, а потом... Да, давайте я, наверное, сперва по программе расскажу, а потом уже все будем по вопросам. Хорошо, а то мы так много времени потеряем. Согласен. Давайте так. Вот смотрите, мы сейчас добавили с вами элементы окон и дверей. Нам сейчас архитектурная моделька будет не нужна, она будет нам только мешать, поэтому мы ее временно выгрузим для данного вида. В дальнейшем мы можем ее будем обгрузить, если у нас будет какое-то обновление, и обновить все по новой. Секундочку. Видимость графика. Я уберу заполнение в окнах, чтобы можно было корректно с ними работать. И заполнение в дверях. Итак, теперь перейдем непосредственно к делению элементов. Смотрите, мы можем разделить наши стены по нескольким функциям. В первую очередь, при разделении элементов нам нужно будет усвоить, что мы должны будем поставить зазор между панелями, такой, который нам требуется. Делить мы стены можем по нескольким функциям. В первую очередь, это можно делить по соединениям, как у нас стены пересекаются между собой, по проемам, то есть мы можем сделать между проемами, с отступом от проемов, по каким-то координатам. Мы можем сделать по осям, то есть указать свои дополнительные оси, как мы можем сделать, где нам требуется проем, и разделить по ним. Давайте попробуем первый вариант. Первый мы разделим по соединениям. То есть мы разделим вот эту стеночку по всем соединениям с нашими стенами. Что мы делаем? Используемся функцией Smart Walls. Здесь у нас есть Split Walls меню, и у нас открывается вот такое меню. Дело у нас представлено настройки, которые мы можем сделать. Первое. Разрежем по положению, то есть по центральной линии соединения. Секундочку. Раз элемент, два элемент, три элемента и вот четыре элемента. Нажмем Escape. Наши стеночки разделились стандартным зазором 20 мм, который я по умолчанию устанавливал. Сейчас я расскажу еще про зазоры, но таким вот образом мы можем разделить элементы относительно соединений конструкций. Также мы можем разделить элементы относительно проемов или относительно осей дополнительных. Допустим, возьмем сперва, построим какую-нибудь ось. Я возьму просто вспомогательную, поставим ее где-нибудь здесь вот посерединке. Поставим у нее ровные размеры. Такую же ось мы скопируем и сделаем где-нибудь. В принципе, нам больше нигде не нужно будет. И выберем по оси. Теперь выбираем стеночку, которую мы разрежем по оси. Вот у нас получился зазорчик между элементами. Наша стена была разделена на две плиты. Теперь разделим всю нашу конструкцию, то есть таким образом разделим все элементы. Что мы делаем? Мы можем, к примеру, L-образные соединения мы можем разделить с помощью инструмента wall gaps, то есть показать, где у меня будет зазор, где у меня будет отсоединение. Возьмем shorten picking wall end и покажем, где у меня находится соединение. Элемент немножко нам разбил конструкцию. И нам нужно будет все равно немножко подправить в некоторых моментах, потому что не всегда мы можем, так сказать, правильно расположить, где у нас будут элементы соединяться. Поэтому мы всегда будем пользоваться еще и стандартными функциями Revit, подрезкой или удлинением элемента. выберем здесь элемент. Видите, у нас соединение корректно проходит, то есть мы можем таким образом выбирать любые элементы, так, как нам требуется. Даже при уже созданных разрезах мы всегда можем добавить разрез панели, даже в этом месте. Выберем опять же меню split wall и укажем по центральной линии. Таким образом мы можем разрезать все элементы по всем панелям, так, как нам требуется. Теперь, что у нас может в дальнейшем происходить? Мы можем, допустим, разделить панельку по проемам или по элементам. Давайте я на 3D-виде покажу, чтобы это было более детально показано. Есть у нас инструменты по центру проема можно разделить. Revit RAM разделяет элементы относительно центральных проемов ровненько посередине. Мы можем, конечно же, разделить элементы немножко по-другому, то есть поставить между проемами. конечно же, мы можем воспользоваться и базовой функцией по максимальному расстоянию. Но это будет не совсем корректно и, скорее всего, его можно использовать, если вы делаете стеновое ограждение каких-то цехов либо заводов, где у вас идет стандартные панели с одинаковым отступом. То есть, если мы возьмем сейчас какую-нибудь стенку, мы можем воспользоваться настройками сплит и указать, что у нас максимальное расстояние будет, допустим, 3 метра и разделить по максимальному расстоянию нашу панельку, нашу стену. То есть, вот таким вот образом мы получаем быстрый шаг панельки с одинаковым расстоянием с максимальным размером. пока по разделению мы большую часть осмотрели. Давайте я быстренько пробегусь по вашим вопросам и отвечу. Тут очень много накапливается именно по тому, что я сейчас говорю. Так. с откосами. Давайте это чуть позже еще расскажем. К откосам мы еще вернемся. Это не столь важный как бы инструмент сейчас. К нему мы немножко попозже вернемся. тип соединений например у вас крестообразный. Типы соединений можно будет выбрать. Мы по этому поводу еще сейчас покажем инструменты. Так. Можно ли использовать стандартные серийные панели для размещения? Смотрите, здесь инструмент подходит таким образом, что у нас нет какого-то ограничения по размерам панели. То есть, если вы разделите эти панели по стандартным размерам, конечно, все настройки, которые у вас есть, которые вы занесете в дальнейшем, можно будет получить стандартные панели серийные, которые у вас есть. Либо типовые. Но сам инструмент подразумевает то, что вы теперь не ограничены этими рамками и вы можете сделать панели разной длины, разной ширины, какие вам будет угодно, какие вам будет более правильные подобрать. То есть, вы не ограничены именно стандартными серии. Вы можете создать свою серию каждый раз на каждый проект, если вам это будет удобно. Но, опять же, вы можете всегда сами самостоятельно забить эти данные и получить те же самые серийные, которые вы будете использовать. Единственное, что в этом плане вам потребуется, это более тщательно следить за построением конструкции и разделением элементов. То есть, если сейчас я накидал просто как мне угодно панели разделил их, и теперь я могу их образмерить и задать у них закладные детали и пустить их уже в оборот, то вам нужно будет следить, чтобы они были ровненькие по размеру, то есть под вашим стандарт. Можно будет, конечно же, сделать какую-нибудь спецификацию, которая будет указывать, что если ваши размеры, если панели превышают ваши размеры, то они будут подсвечиваться, допустим, красным цветом, и вам нужно будет их отредактировать, то есть посмотреть, что не подходит, что нужно будет делать, и это потребуется изменять. То есть, потенциал программы дает вам больше возможности к созданию элементов и отслеживанию всех коллизий, то есть всех неисправностей и ошибок. А также позволяет вам посмотреть, где вам потребуется сделать все-таки другую панель, нежели вы по умолчанию бы использовали какую-то стандартную, потому что не всегда она подходит, то есть некоторые люди просто не замечают эти моменты, где-то отпустили, где-то допустили не те моменты, и получается, что это будет не совсем верно при построении конструкции. Теперь рассмотрим еще у нас инструменты по редактированию зазоров, а также редактированию отступов от элемента. Инструмент ValGaps позволяет не только самому задавать элементы, но также редактировать отступы для каждого типа панелей самостоятельно. То есть у нас есть меню ValTip, где вы можете каждой типовой панели указать свой минимальный отступ, который может использоваться для данного типа панели. То есть у меня сейчас указано, что для 200-мм у меня стоит 20-мм. Давайте поставим для 80-мм внутрих 10-мм. Нажмем ОК. Теперь нам нужно изменить вот здесь отступы. Мы просто берем и поменять стандартные отступы по умолчанию. Секундочку. вот здесь еще не подрезали. Настойчиво не хочет менять. поменяем ручную. Да что ж. Ну вот, то есть у нас ставятся теперь зазоры с тем отступом, который мы указали в меню. То есть таким образом можно менять любые конструкции и любые отступы регулировать непосредственно во время работы, то есть во время проектирования элементов. То есть не понравились какие-то зазоры, можно всегда будет поменять и обновить эти элементы. Вот здесь. Но опять же машина не всегда предусматривает все конструкции и не всегда отслеживает все правила, поэтому что-то все равно придется регулировать руками, что-то придется все равно отслеживать самостоятельно. Пропустим. теперь что еще у нас есть по именно разделению элементов. То есть по функции это у нас весь материал, который мы можем показать. Есть еще один инструмент, который позволяет вам преобразовать архитектурные стены непосредственно в конструктивные, то есть многослойные элементы с отделкой, с навесной отделкой. То есть если у вас допустим идет четырехслойная пятислойная панель, она пришла из архитектуры, но вам не нужна будет отделка. Вы можете воспользоваться функцией декомпозит вол, то есть давайте пример я покажу. Вот у нас есть трехслойная панель. Секунду. И нам не нужны два отдельных слоя. Про это тоже еще немножко расскажу. Смотрите, нам не нужны два отдельных слоя, нам нужна только несущая часть. Мы воспользуемся функцией декомпозит вол и разберем нашу панельку на элементы. И теперь эти элементы, которые у меня остались, я могу отключить, что они у меня будут архитектурные. Соответственно, они мне здесь больше не нужны. У меня останется только один элемент несущей конструкции. То есть я работать уже буду только с ним. Все остальные элементы остаются в архитектуре и они мне не требуются. Соответственно, так можно получить более быструю конструктивную непосредственно модель. перейдем непосредственно к настройкам теперь самих панелей и создании конструкции. К этому инструменту нам подводит сейчас секундочку я перейду назад 3D-вид чтобы было удобнее выберу отдельную стадию чтобы нам все не мешало и перейдем непосредственно к остройкам. Для расположения элементов закладных и создания различных фигурных вырезов или наплавок непосредственно в самой конструкции мы будем использовать инструмент Smart Details то есть мы будем располагать определенные детали на наших панелях. В частности детали мы можем расположить как задать стандартную вручную раскладку так и попробовать это автоматизировать задать с некоторыми инструментами. К примеру давайте возьмем несколько в ряд расположенных элементов временно их изолируем и зададим на этих панелях установим петли а также закладные детали в местах их соединения. Воспользуемся инструментом Smart Details и сделаем конфигурацию наших настроек. Я создам новую настройку которую мы можем использовать. В первую очередь инструмент довольно интересен тем, что у него есть много вариантов использования закладных и много вариантов настроек которые мы можем сделать. В первую очередь мы можем расположить элементы которые будут растягиваться по конструкции с определенным сечением. Таким образом мы будем формировать допустим различные вырезы. К примеру добавим на торцах наших панелей трапециальный вырез который у меня есть созданный. Это будет у нас моделька мы выберем трапецию 160 на 40 укажем что мы будем устанавливать ее и в начале и в конце нашей панели а также расположим что это у нас будет один элемент он будет идти от начала и до конца панели но мы можем указать что этот элемент будет идти только на определенную часть панельки то есть не на всю располагаться и сделаем расположение нашей панели как только я все настройки задал и расположил у меня конфигурация будет гореть зелененьким цветом это означает что данный инструмент будет у меня установлен помимо того что я выбрал вырезы на торцах нашей конструкции мы выберем еще элементы точечные а это петли на верхней части нашей конструкции здесь визуально показано где у меня какие настройки подходят то есть точечные элементы снизу либо сверху конструкции здесь вот у меня уже подобраны что это вырез арочный идет под петлю а также выбраны петли петли указаны у меня с отступом по 500 миллиметров от края панели мы можем установить их как от края панели так от центра с отступом или же выбрать от точки центра тяжести указать с каким-то шагом можно использовать если панели у нас не симметричные либо имеют какие-то дополнительные вырезы скосы тогда нам нужно будет делать с разным шагом с разными отступами наши петли помимо этого мы также расположим на боковых частях нашей конструкции дополнительные закладные детали но эти закладные детали мы будем указывать что у нас будут располагаться только если наши панели имеют конечное соединение то есть они приходят торец в торец с нашей конструкцией то есть другой какой-то стеной и с минимальным отступом ну допустим 40 миллиметров то есть если между панелями будет отступ больше чем 40 миллиметров эти детали не будут установлены после того как мы собрали нашу конфигурацию давайте вот здесь я поставлю что и с левой ну то есть с одной стороны и с другой стороны нашей стены будет устанавливаться эти конструкции эти закладные детали сохраним нашу настройку перейдем непосредственно к модели и расположим наши детали относительно выбранных нами стен выбираем настройку которая нам требуется вот как видим у нас получилось что элементы поставились у нас петли поставились закладные детали относительно нашей конструкции поставились вырезы не совсем корректно их можно будет отредактировать также вот здесь вот у меня добавилось Т-образные соединения где у меня были конструкции еще и Т-шечки то есть другие закладные под Т-образные соединения вот в этом месте у нас к сожалению почему-то не добавились с боковой части но скорее всего из-за того что здесь нам приходит еще одна Т-образная стена и здесь нужно будет указывать другие закладные да как видим что здесь у нас есть соединение со стеной поэтому здесь к нам не пришли элементы а вот здесь у нас хотя надо будет посмотреть по соединениям так теперь посмотрим другие функции по соединениям элементов по расположению закладных деталей к примеру если мы берем с вами многослойную конструкцию нам не подойдет простые какие-то соединения нам нужно будет добавить еще и дополнительные вырезы или вставки в элементы здесь мы создаем соединение немножко нестандартное то есть если это у нас однослойная конструкция то соединение будет выглядеть следующим образом да если многослойное то мы будем заводить элементы друг на друга то есть чтобы у нас можно было вырезать из одного элемента другой элемент давайте создадим конфигурацию угла для трехслойной панели создадим новую сборку выберем у нас что это будет трехслойная панель и теперь перейдем непосредственно к созданию выберем по базовой линии эти у нас вырезы будут от снизу до верха элементов и начнем к построению мы будем сейчас набирать несколько вариантов то есть не просто одну деталь какую-то мы поставим а мы поставим сборник то есть что сперва одна деталь потом на нее ставится другая потом ставится третья к примеру у первого варианта мы выставляем что у нас будет сплошной вырез и после этого будет поставлена трапеция 350 на 70 ставим start end давайте на старте пока хотя с обоих конца пускай будет и от начала и до конца после этого мы также поставим еще и трапецию сделаем сохранение чтобы у нас помимо того что у нас будут определенные вырезы нам еще и потребуются петли на боковых элементах мы поставим петельки пейковские на старте и в конце с отступом от начала с шагом допустим 300 миллиметров и с отступом от начала также 300 миллиметров сделаем сохраним нажмем окей выберем одну стеночку расположим эти элементы на этой стене так получили конструкцию но вот здесь у нас не совсем верно то есть нам нужно будет отрегулировать на начале все-таки поставить определенную конструкцию на конце сделать немножко другую вернемся обратно к нашей конфигурации и изменим наши настройки в первую очередь поменяем первую настройку я выбрал не совсем верный вариант мне нужен прямоугольный вырез и помимо того что я выбираю просто прямоугольный вырез он еще и должен быть у меня со смещением со смещением от старта мы сделаем 135 миллиметров здесь я забыл поставить кнопочку insert details поэтому мы не увидели петли поставим кнопочку следующий инструмент который нам нужен это опять же изменить торец торец мы также делаем от старта со ступом 135 миллиметров и поменяем здесь везде на старт здесь поменяем на старт выберем save нажмем ok изменим нашу панельку с новыми конфигурациями немножко я опять же не угадал старт у меня начинается здесь добавим сюда наши панельки такую же конфигурацию только уже с другой стороны она будет у нас немножко по-другому развернута но мы таким образом получим правильную конфигурацию заходим снова в конфигурацию и меняем нашу настройку добавим добавим в конце наши элементы прямоугольный 270 на 270 старт старт 35 и сделаем трапецию в конце опять обновим нашу панель вот мы получили с выреза с одной стороны один вариант выреза теперь добавим такой же вариант но уже другой нашей панели то есть такая та которая приходит к соединению к первой для этого мы выберем уже другую конфигурацию потому что здесь будет уже немножко по-другому выглядеть соединение и нам нужно будет это сделать поэтому я выберу дубликат поставлю второе значение и отрегулирую так как мне требуется в частности мне уже потребуется не прямолинейный элемент а с вырезом без отступа он будет идти у нас по центру трапеция мне также потребуется и здесь я опять же меняю элемент без выреза по центру и нажмем сейв выберем нашу панельку видим вот здесь я немножко ошибся не в ту сторону сделал расположение мне нужно будет вначале развернуть нашу конструкцию для этого я перейду опять же в конфигурации и воспользуясь функцией flipped axis поверну первый наш первый наш элемент секунду и изменим получается вот такое соединение ну здесь нужно будет добавить дополнительные элементы дополнительные вырезы помимо стандартных вырезов у торцов мы можем добавить вырезы еще и сверху элемента а также с внешней панели сделать допустим разлиновку элемент так давайте я отвечу пока на вопросы по кжиишкам покажу кжиишки чуть позже элементы и по спецификациям тоже на вопрос чтобы я указал стык и выбрал какого типа я там хочу использовать а программа уже сама выбрала стыки в сохранении по мере исходя из заданий можно но здесь нужно будет так сказать более сложные делать настройки то есть если мы стандартные торцевые так сказать соединения можем сразу по умолчанию задать чтобы он нам подбирал как нам требуется то с угловыми и т-образными соединениями здесь происходит немножко более сложное правило расположения допустим давайте рассмотрим вот на таком примере торцевое соединение чтобы у нас подбиралось мне нужно будет задать две настройки все равно то есть первое настройка для торцевой стены будет немножко другая то есть я там указываю что у меня будут расположены закладные элементы по торцам а к примеру для вот этой панели я могу сделать автоматическую установку что Revit будет мне сам подбирать какие элементы в зависимости от типа соединения ну то есть давайте я сделаю два варианта они у меня есть в принципе для первой мы расположим одни закладные детали для другой мы сделаем расположение других закладных деталей в частности для первой сделаем быстренько конфигурацию что на торцах мы расположим закладные детали с D1 давайте я сделаю новую и на торцах этой панельки мы поставим с вами вот такого типа закладной детали на старте или конце соцтупа в начале 600 и здесь мы поставим соцтуп с шагом допустим их штучки две шагом 1500 расположим данный элемент на данной панельке теперь поставим здесь у нас чтобы у нас попадали закладные детали для вот этих элементов сейчас я подберу закладной деталь немножко изменю элементы секунду создам новый тип 250 сделаем все надо будет чуть побольше так или создадим конфигурацию уже вторую хотя мы можем даже оставить на этой конфигурации но давайте сделаем новую и на поверхности нашей стены с левой стороны мы будем устанавливать элемент относительно соединения то есть с левой или с правой стороны мы будем ловить элемент если он найдет вот у нас не каркас несущий соединение несущей конструкции если он у нас находит элемент задай и здесь мы будем ставить элемент 3.2 save нажмем ok теперь давайте я даже скопирую здесь стеночку еще и поставлю у нее и теперь в этой стене мы выберем следующую конфигурацию и вот в местах где у меня находятся детальки он автоматом нам поставил закладные элементы теперь если я даже смещу нашу панель то есть всегда у нас происходят такие моменты что у нас что-то переместилось я могу сделать следующее выбрать элементы и обновить детали рейд не автоматически их перестроит по факту мы получаем так что программа у нас сама будет обрабатывать эти соединения находить где что нужно но только по умолчанию мы должны указать в каких случаях использовать определенные закладные детали потому что вариантов у вас может быть достаточно много и просто программе нужно все их объяснить и все их показать опять же для программы наше положение наши элементы вот стены не является чем-то таковым каким мы их видим то есть Т-образное соединение для программы не является таковым потому что эти элементы у нас имеют отступ поэтому по умолчанию у меня Т-образное соединение не получается здесь то есть не обрабатывает программа возможно в дальнейшем разработчики изменят эту концепцию и она получится корректная потому что если я возьму к примеру настройку при L-образных соединений то в таком случае когда у меня имеется отступ я ничего не получу но если стены у меня будут соединены как при монолитном соединении тогда да у меня поставятся закладные детали но мы с вами работаем не с монолитом а с железобетоном поэтому у нас должны быть отступы поэтому тот вариант нам не подходит помимо этого мы можем еще и сделать такую конфигурацию не только для стеновых соединений но и для соединений с плитами к примеру мы берем с вами находим плиту и в плите мы хотим поставить точки соединения то есть мы выберем детали поставим выберем стандартную конфигурацию выберем редактирование конфигурации быстренько поставим на наши торцы на нашу панель соединительные детали которые выглядят у меня следующим образом это точки соединения на точки соединения мы поставим не просто на торцы потому что у нас в данном случае придут детали в эти точки а к примеру точку со смещением соцтупом 150 от края плиты и нажмем ок не сохранил один момент да save нажим ok нажим start in 150 а вот здесь извиняюсь смещение лишнее нажмем ok секунду он мне поставил в центр две точечки это не совсем то что я хотел все понял почему у меня таким образом вышло старт до 150 на 150 на 150 здесь а вот здесь start end и 150 150 все save секунду немножко нужно подшаранить с конфигурацией force базовые точки центр одна с отступом без отступа start end start end фиксированные две штучки save нажмем ok и расположим элемент вот мы получили точки со смещением то есть куда должна у меня приходить соединительная деталь у стены теперь когда мы выберем с вами стеночку и сделаем конфигурацию для стены делаем дубликат а хотя мы можем даже здесь в этой стене поставить настройки то есть нам ничего не мешает собрать несколько вариантов соединений lr выберем соединение несущей конструкции выберем нашу точку со смещением и при точке со смещением мы будем выставлять с вами другую закладную деталь к примеру mzd3 нажмем ok и расположим в этом элементе вот видите где у меня есть элементы мы поставили наши точки на точки вставки давайте проберемся быстренько по вопросам скажите мне надо также для каждой панели все вставлять или я могу сохранить панели со всей начинкой и программа автоматически ставит эти панели с начинкой или же здесь каждая панель это индивидуальная обрабатываем подставляем нужно так секунду или это индивидуальное изделие даже если они идентичные секунду смотрите все идентичные панели которые у нас можем получить мы предварительно после того как разделим элементы можем их промаркировать и одинаковые элементы с одинаковой массой с одинаковой плотностью с одинаковым объемом мы получим что это индивидуальные панели соответственно у них может быть одинаковое соединение после того как мы выберем эти элементы мы можем выбрать сразу несколько панелей и расположить определенную конфигурацию но по факту в дальнейшем скорее всего нам придется все равно это все просмотреть и подобрать в некоторых случаях немножко другие конфигурации потому что из моей практики панели одинаковых как таковых в конструкции здания почти не случается то есть приходится все равно использовать зачастую на одном этаже разные панели следующий вопрос по типам панель скажите какие можно стеновые панели здесь возможно использовать монолитный сэндвич пустотный фили филигран смотрите монолитные 100% можно использовать также можно сделать много многослойные панели сэндвичи можно использовать пустотные это если я не ошибаюсь с частичным заполнением утеплителем да в принципе тоже можно будет постараться наверное сделать конфигурацию и я думаю можно будет использовать нужно будет все посмотреть конфигурации потому что по факту мы начинаем всегда с базовой стены и если мы захотим мы можем конечно же использовать там определенные элементы к примеру мы можем нашу трехслойную панель в средний слой который находится утеплитель добавить монолитные прослойки которые вырежат утеплитель и добавятся в объем монолита получим такую своеобразную решетку в среднем слое вполне можно это использовать к сожалению с панелями филигран не знаком наверное я думаю тоже можно будет настроить чтобы сделать про перекрытие мы будем рассматривать уже в следующем так сказать вебинаре потому что все не охватить с перекрытиями немножко другой принцип работы в частности по разделению но по добавлению всяких элементов в частности пустот вырезов и так далее основывается точно так же все на инструменте smart details мы можем добавить все что мы хотим мы можем добавить любые закладные любые вырезы любые фаски любые отверстия любые вырезы любые врезы все что хотим зазоры от перекрытия для устройства растворных швов 20 минут если вы спрашиваете про верхние зазоры к сожалению нет здесь волгапс используется только для вертикальных зазоров между стенами горизонтальные зазоры и вообще горизонтальные размеры стены мы регулируем самостоятельно с помощью стандартных функций Revit это высота стены и отступы от уровней так Хасан армирование оформляете смотрите инструменты армирования к сожалению АГК не поставляет то есть армирование данными функциями не предусмотрено армирование мы делаем либо стандартными инструментами арматуры либо же мы можем воспользоваться инструментом приказ от автодеска здесь есть инструмент реформ но он достаточно так сказать он не полный то есть всех возможностей вы там не получите ну то есть у нас нету каких-то функций дополнительных если я возьму какую-нибудь панель я покажу и попробуем стандартным приказ нам пооформлять то у нас секунду обновиться там минимум функций то есть мы можем сделать только с торцах добавить арматуру и разложить сетку легче будет стандартными инструментами просто самостоятельно разложить либо же воспользоваться уже другими макросами от других программ либо же воспользоваться динамой пока армирование остается под вопросом мы рассматриваем другие способы как это сделать и возможно в следующих вебинарах у нас появится решение как можно использовать арматуру для панелей секунду я чатик побольше сделаю то мне не совсем видно все так то есть арматурный каркас от производителя смотрите арматурный каркас от производителя немножко отличаются у нас от стандартной арматуры в частности тем то что вы их можете создать как любую обобщенную модель и указать что это производитель вам не нужно будет указывать в них вес материалов и вес арматуры вы можете просто сделать их как деталь и использовать как закладную деталь то есть выставлять шагом как вот мы сейчас выставляли определенные элементы так ну про армирование я уже говорил что в стандартном инструменте его нет это будет стандартное армирование ревита элементы детализации с индексом PSS идут в комплекте с поставщиком или нужно будет сами разрабатывать все что идет с инструментами PSS это наши разработки мы их делаем для тестирования и мы их предоставляем в так сказать в курсах на курсах обучения и на консалтинге с компаниями все что идет от Агкада к сожалению там тоже небольшой набор инструментов и вам все равно придется создавать самими потому что у каждого производителя у каждого завода есть свои какие-то потребности к закладным деталям ну и соответственно их все равно нужно будет выполнить самостоятельно это не так сложно поэтому я думаю здесь можно справиться даже с базовыми знаниями ревита вопрос про марка стеновой панели будет части конструкции или еще в каком нибудь атрибуте марка стеновой панели у нас есть инструмент давайте я сейчас покажу есть стандартный инструмент от Агкада который называется SortMark он представляет собой возможность автоматически маркировать элементы по заданным условиям довольно интересный инструмент но немножко прихотлив в том что мы не всегда можем получить марки тех стандартов к которым мы привыкли то есть так как программа все-таки европейская у них есть свои понимания как это должно работать и к сожалению нам придется адаптировать это под себя либо немножко изменить свою так сказать свой принцип работы с программой давайте я вам покажу пример как мы можем замаркировать панельки которые мы здесь сделали мы можем выбрать элемент мы можем выбрать промаркировать элементы по порядку то есть по ID элементов допустим каждый элемент выбирать и маркировать допустим вот помарка стен секундочку и у нас стены вот промаркировались то есть давайте сделаем так сперва я выберу все наши стенки укажу им марку пока у меня не промаркированы панели будет гореть значок вопроса если я выберу маркировать элементы допустим выберу опять же все стены элемент numbering я заполню этот параметр марку выберу стандартную которую я уже делал ну вот у меня промаркировались элементы относительно их длины высоты и объема то есть марки можно сделать свои варианты маркировки тоже можно будет подобрать следующий вопрос хорошо на производство я могу отдать только чертежи или все-таки программа может выдавать управляющие файлы для арматурного производства роботизированных палет вопрос с роботами и с автоматизацией панелей присутствуют и у агкада к сожалению нету точного решения пока они не разрабатывали этот элемент но это решение присутствует в стандартной настройке приказа выдача на кам экспорт но опять же у меня к сожалению не было практики работы с роботом и я не могу точно сказать какую информацию вы сможете получить то есть если у вас есть желание протестировать эту функцию вы можете мне написать и мы с вами сможем что-то попробовать получить информацию которую в дальнейшем возможно может некоторым ребятам пригодиться к сожалению пока у нас практики в этом не было но функционал программы подразумевает что мы можем выдать это все на станок в случае перемещения стены программа сама переместит закладные детали или нет если мы перемещаем стену либо вообще изменяем ее габариты по умолчанию элементы не переносятся нам нужно будет сделать апдейт смотрите если я выбираю элемент ну вот здесь к примеру я увеличу мою панель куда здесь сделаю изменения смещу данные конструкции левее да вот видите у меня эти элементы так как они завязаны на торец они остались на месте но вот здесь элементы они никак не связаны были с данной панелью они оставались на другой панели мне нужно будет просто выбрать к примеру все конструкции вообще можно выбрать всю модель и нажать апдейт детайлс это мне нужно будет сделать один раз перед выдачей документации как только я нажал элемент секунду детайлс элементы переместились нужно опять же соединение то есть они изменились следующее давайте еще к спецификациям и адвестям вернемся интересуется как закладные показываются и ведомость расхода стали как там все это учитывается так давайте теперь непосредственно к спецификациям как они у нас оформляются мы у Агакада есть стандартный тоже элемент это смарт ассемблер инструмент который позволяет создавать сборки на каждую панель соответственно на сборку мы можем получить отдельные чертежи и отдельные спецификации которые можем опять же задать по конфигурациям к смарт-ассемблеру мы еще в дальнейшем вернемся более следующих вебинаров так как инструмент довольно собой обширен и очень много функций я вам покажу сейчас быстренько несколько функций и в дальнейшем просто будем рассматривать уже в других вебинарах потому что время у нас к сожалению не безгранично выберем с вами панельку допустим стандартную и создадим конфигурацию данной панели ой не то зашел секундочку эту функцию выбрал создадим сборку как видите по умолчанию мне Ревит сейчас предупредил что у меня нету наименования марки в этой панели он не может ее создать поэтому зададим просто марочку mp1 и создадим сборку по умолчанию Перейдем к сборкам. Вот мы получили сборочку на нашу панель. И мы получили предварительно виды и спецификации, которые он у нас вынес. Но сейчас мы должны с вами немножко оформить и в дальнейшем изменить конфигурацию. То есть... Секунду. Вернемся обратно. Я забыл немножко настройки поменять. Я, к сожалению, забыл поставить настройки. По умолчанию сейчас мы сделаем и получим более правильные элементы. Вот у нас есть лист. На лист мы с вами можем вынести нужные нам детали, виды. В дальнейшем их нужно будет масштабировать. Ко всем видам и ко всем деталям мы можем также представить в дальнейшем настройки по автоматическое образмеривание. А также применить шаблоны к видам, чтобы они у нас были определенных видов. Это нужно будет сделать один раз для одной типовой сборки. А в дальнейшем мы можем использовать эти настройки уже на всех остальных чертежах. То есть для всех остальных панелей. Перейдем на следующий вид. Добавим у нас несколько спецификаций. Секундочку. Я сделаю следующее. Я скопирую спецификации из другого моего проекта, чтобы нам можно было это все показать. Добавим у нас несколько спецификаций. Спасибо. 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 Секундочку, пока он не открывается, я прочитаю вопрос. Небольшая заминка выслала. Вопросик по закладные могут подбираться под нагрузку или это их всегда вручную надо выбирать. Армирование результатом прочностных расчетов можно здесь применять, также инструментом Revit или AutoCAD. Смотрите, закладные, к сожалению, мы подбираем только вручную, потому что у нас нет никаких условий по подбору базовых правил. Мы в дальнейшем, конечно, можем попробовать как-то это изменить через макросы дополнительные, но, к сожалению, наверное, это нереализуемо будет. Армирование в результате прочностных расчетов можно применить, но нужно будет использовать расчетный комплекс. К примеру, мы можем взять расчетный комплекс SoFiSTIC, подобрать там армирование и заармировать даже наши вот эти сейчас панели стандартными средствами, которые поставляются инструментами SoFiSTIC. По этому поводу можно будет в дальнейшем рассмотреть, если у нас, опять же, появится много заявок на следующем вебинаре. Кам, в какой формат выдает? Сейчас посмотрим, к сожалению, точно не помню, какой формат. Сейчас посмотрим. Есть ли в России организации, которые успешно внедрили свою работу АГКат? Тут даже присутствуют ваши коллеги, которые сейчас внедряют инструмент АГКат. Успешно, не успешно, я думаю, вы можете поинтересоваться у этих коллег. Я считаю, что вполне удобно идет, ну, то есть вполне хорошо идет продукт. И, ну, к сожалению, не без каких-то сложностей, какие-то проблемы мы все равно находим, решаем и пытаемся доработать продукт, чтобы он работал более правильно и более, то есть более удобно с ним было работать. По сравнению с Амплан Прекраст и Амплан Бар. Смотрите, Амплан вообще инструмент по умолчанию создавался для сборно-железобетонных конструкций и он будет, наверное, посильнее, чем связка Ревит и АГКат. Но, опять же, Амплан работает только с железобетонными конструкциями и с другими элементами, со смежными разделами, ему более сложно работать. Амплан как инструмент работы на заводе, я считаю, прекрасный. Но как проектный инструмент, он довольно-таки в некоторых моментах уступает Ревиту, да, уступает именно в проектировании. По план Бару, к сожалению, не могу подсказать, не работал с ним. Если не ошибаюсь, это инструмент, настройка на Автокад, да? Так, по вопросикам. Ага, вот. И еще. Можно ли передавать готовые панели из патели в модель? Произойдет ли передача вместе с ними чертежей? К сожалению, передача чертежей не происходит. Смотрите, сейчас. Так, не тот открыл файлик. Секунду. Коллеги, один момент. Передать панельку из проекта в проект можно. Ее можно выделить со всеми деталями, даже сборку выделить, нажать Ctrl-C и перенести в любой другой проект, нажав Ctrl-V. К сожалению, чертежи не переносятся, так как они привязаны непосредственно к сборке. Для этого лично моя рекомендация делать следующее. Когда вы собираете панель, ну, ваше здание, вашу панельную конструкцию, вы получаете спецификацию всех отдельных панелей. Эти отдельные панели можно выбрать по одной штучке и перенести в файлик отдельный, который можно назвать как альбом решений, либо типовой файл для данного здания. В этих файлах вы корректно можете их отредактировать, получить все сборки, добавить армирование, чтобы не ползать по всему вашему зданию. И если вам потребуется, вы можете в других проектах спокойно ссылаться на этот файл, если вы находите там одинаковые панели. Но пока этот инструмент требует отладки и не всегда он может правильно пригодиться. Если у вас, к примеру, зачастую происходит частое изменение модели. Но опять же, составление чертежей и армирование панели, я подразумеваю, что это должно происходить в самый последний момент. То есть на последнее время при проектировании здания. По поводу превосходства ревита в детали проектирования Алпланом, Алплан превосходит его только в железобетоне. Тут, да, я согласен полностью с этим, но он не превосходит его в работе со смежными разделами. Их там как таковых нет. И в работе с архитектурой тоже он не превосходит. Так же в работе с металлом, к сожалению. Можно много по таким пунктам сравнить. Но сейчас, так, ага, планбар, отдельный продукт, ранее поставался Алплан, приказ как раз для ЖБИ. Ну вот, возможно, да. То есть с Алпланом я знаю то, что заводы очень хорошо с ними работают. И вот он для заводов очень хорошо подходит. Но для проектных институтов я всего парочку знаю, где находится, ну, где внедрен именно Алплан. В других моментах, в других местах я, к сожалению, зачастую видел либо автокад, потому что он как бы на более универсальный, либо кое-где приходится, ну, не приходится, кое-где внедряет все-таки ревит. Сборные ЖБИ изделия разрабатываются под конкретную опалубку завода ЖБИ. Вы можете разрабатывать под конкретную опалубку, если вы будете создавать нужные конфигурации. Но инструмент АГКД позволяет вам создавать опалубку любой панели, которую вы захотите. Независимо от каких-то ограничений. То есть, если у вас в вашем, так сказать, управлении находится завод, и вы готовы для определенных зданий немножко менять опалубку, вы можете спокойно создавать любые панели под свойства заказчика. Вы таким образом станете универсальны под любые хотелки вашего заказчика. Можете пример готового здания открыть, АРКЖ, КР, и показать? К сожалению, пока не могу. В дальнейшем, возможно, у нас появится готовое здание, в котором мы сможем сделать. Готовые здания примерно есть, но, к сожалению, я не могу их показывать. Это конфиденциальная информация. Иван, чтобы сравнивать, надо иметь компетенцию в продукте. Не буду спорить с вами, оставим. Если вы хотите, можно будет подискутировать об этом отдельно в скайпе, либо по почте. Есть ли расширение демо-версии данного продукта? Да, демо-версия продукта есть, она на 14 дней, находится на сайте Агакада. Давайте я вам покажу. Секундочку. Вы можете зайти на сайт Агакад. Если вам понадобится, вы можете указать почту, мы вам отправим ссылочку. На сайте Агакада есть много продуктов, помимо приказа конкрета. Это довольно универсальные продукты. И вы здесь можете выбрать приказ конкрет. И воспользоваться фри-триалом. У вас скачается такое же приложение, как у меня сейчас, Tools for Beamdog, где вам нужно будет ввести ваши данные, почту, ваши координаты. И вам упадет на почту 14-дневный, триальный ключик, которым вы можете воспользоваться продуктом, то есть потестировать. Продукт будет полностью без каких-либо ограничений. Вы можете в 14 дней пользоваться, как им вам заблагорассудится. Русифицированные версии. На данный момент у нас есть первая часть, первая тестовая версия русифицированная, но она, к сожалению, пока нестабильна. Ее отлаживают до конца. Есть коллеги, которые уже попользовались. И, к сожалению, там происходят некоторые сбои в программе. Но надеюсь, что ОГК в ближайшее время исправит все ошибки в русификации, и мы получим русифицированную версию. Поэтому нужно будет немножко подождать. Пока можно пользоваться стандартной английской версией. Особо ничего сложного в ней, к сожалению, ну, к радости нет. И, я думаю, вы сможете с ней быстро освоиться. Какие атрибуты и панели можно назначить? Я имею в виду IFC-характеристики, есть ли какие-то ограничения? Вообще, эти элементы в IFC как-нибудь происходят? С какими типами? В IFC элементы можно выдать характеристики. Базовые параметры, которые вы укажете при передаче, можно передать. К сожалению, не все, но какие-то типа наименования, объемы, размеры, габариты можно будет передать. Даже можно будет передать закладные детали в IFC-формат. Возможно, из-за мелких деталей самих закладных файлик IFC будет весить достаточно тяжело. По стоимости копий, есть ли у нас тут представители отдела продаж в чатике? К сожалению, нет. По стоимости копий порядка 1200 или 1500 евро на одну копию за год. Что-то около того. Хорошо. Панель придет как стена. Все закладные детали придут как соединение несущих деталей. То есть в Revit нет такого функционала, что это именно панель. Это будет именно как стена. И если мы будем разговаривать о плитах, перекрытиях, то это будут именно плиты. То есть это будет как перекрытие. Теперь по функционалу сборок. То есть смотрите, здесь мы можем добавить на листы элементы. Ага, так, секундочку. Давайте я сперва покажу сборки, а потом еще отвечу на вопросы оставшиеся. По сборкам мы можем вынести спецификации, мы можем создать дополнительные спецификации, которые нам требуются, применить к ним шаблоны и выбрать настройки. После того, как мы создадим базовую какую-то настройку конфигурации, мы всегда можем сохранить эту настройку как типовую, эталонную и в дальнейшем использовать на другие панели. То есть здесь у нас есть настройки всех видов, которые мы хотим сделать. Мы можем выбрать виды, мы можем выбрать правила размерные. Давайте я применю стандартные правила для, допустим, фронтального вида панели. Выберем спецификации, которым также можно будет применить определенные шаблоны. И мы можем выбрать листы, которые будут эталонные для расположения нужных видов в соответствии с теми, с этой эталонной панелью. Когда мы сохраним эти настройки, мы можем выбрать любую другую панель. Допустим, вот эту возьмем давайте. И также создадим на нее чертежи к ЖИ. Секунду, марочку забыл. Секунду, марочку забыл. Пока собирается вопрос, как собирается между собой армирование полученное в семействах Revit и закладных элементов. Это несколько спецификаций. У нас получается, первая спецификация, которую мы получим, это материалы элементов. То есть это бетон, это заполнение между слоями, если это многослойные панели. А также какие-то дополнительные вставки. Следующая, это будет спецификация закладных деталей. И последующая спецификация, это уже у нас будет спецификация с армированием, а также ведомость деталей для арматуры и ведомость расхода стали, опять же, для арматуры. Ведомость расхода стали закладных деталей. Я здесь не использую, так как закладные детали у меня подразумевают, что они типовые, на них есть альбом, соответственно, на них есть отдельные чертежи. Я не выдаю закладные детали непосредственно в каждой панели. Мне это не совсем будет удобно в работе. И вот мы, когда получили новую сборку, мы можем увидеть, что у нас получились чертежи с определенными правилами. То есть здесь вот у меня есть размеры, которые немножко чересчур большие, а они предназначены для другого было масштаба. Но я по умолчанию взял стандартные настройки, которые идут из АККАДа. Все эти настройки можно будет отрегулировать самостоятельно. То есть задать правило, когда мы используем определенный шаг, когда мы используем определенные элементы соединения. И получив нужные чертежи, мы можем в дальнейшем получить сборки на каждый элемент. Закладные по разным элементам. Если вы их создадите как сборные элементы, то есть, грубо говоря, с вложенными дополнительными семействами по дарматуру, уголков, листов и так далее, это можно будет расчленить и это можно будет получить ведомость расхода стали. У меня задача такой не состояла, поэтому я делал просто закладные детали как цельный элемент без каких-то дополнительных частей. Как осуществляется совместимость семейств выдавливания с программой? Должен ли я использовать какие-то определенные понятия, понятные ей параметры? Тут, к сожалению, да, нужно будет использовать определенный алгоритм создания панелей, не панелей, а семейств. В частности, для создания вырезов используется типовая модель на основе линии, в которой мы делаем пустотный элемент, который в дальнейшем будет вырезаться. Все закладные детали – это типовая модель на основе грани. Больше особо никаких моментов мы здесь не используем. Это два основных типа шаблонов для создания элементов. Следующий вопрос. Если вы создадите с вложенными элементами, вы их, да, конечно, можете поставить сюда. Только единственное, что их нужно будет правильно запараметризировать и сделать более сложную работу. Я привержен сделать так, чтобы нужно было меньше работать, чтобы вы могли, так сказать, выдать более правильную конструкцию с меньшими вложениями труда. То есть, чтобы меньше нужно было создавать. Поэтому, ну, мне кажется, что создавать семейство и получать отдельно на их ВРС-ку на каждую панель не совсем будет верно. Легче сделать отдельный файл, где у вас будут разработаны все закладные, а сюда вставлять их как цельный блок для работы. Это будет, во-первых, не только удобнее, но и сам файл будет у вас легче весить. Если вы сделаете там не одноэтажное, двухэтажное здание, а какой-нибудь большой цех, либо это будет многоэтажное здание, там 9-12 этажей, то файлик может быть у вас просто умирать. Потому что Revit, к сожалению, не рассчитан на большие модели с большим количеством элементов. Если вы сделали петлю как арматуру и хотите, чтобы она у вас именно учитывалась здесь, вы можете сделать ее свойствами и добавить в дальнейшем свойства в ВРС-ку. Просто такой способ создает определенные сложности, которые ограничивают вас не столь функционалом Гокада, сколько функционалом, к сожалению, Revit. Мы не все позиции можем объединить друг в друга. То есть мы не можем объединить позицию арматуры и соединение несущих конструкций в одну спецификацию. Это будет как минимум две спецификации. К сожалению. По факту мы собирали несколько пятиэтажных домов. Это спокойно можно крутить и можно работать. У меня есть модели, которые я собирал. Это девятиэтажные секции домов, в которых тоже вполне корректно можно работать. Три секции, семнадцать этажей, это будет у вас три файла по каждой секции на каждый файл. То есть нам все равно нужно будет разбивать немножко либо по секциям, либо по каким-то ключевым характеристикам. То есть если это, допустим, длинный цех, то по каким-то осям. То есть один файл это оси АВ, допустим, и так далее. В одном файле, я думаю, если вы соберете три секции на семнадцать этажей и все их задетализируете, а в дальнейшем еще и попробуете заармировать, это не приведет ни к чему хорошему. Вы будете просто в дальнейшем очень много времени тратить не столь на работу с элементами, сколько на работу с видами, с открытиями видов, с открытиями того же файла. Групповую спецификацию на весь объект. Вы можете получить несколько спецификаций на каждую позицию. То есть что я имею в виду? Смотрите, мы получаем отдельную спецификацию на стены. Мы получаем отдельную спецификацию на объем. Мы получаем отдельную спецификацию на закладные детали. Мы получаем отдельную спецификацию на окна, двери, на проемы. Мы получаем отдельную спецификацию на армирование. Итого у нас получается несколько спецификаций, которые мы в дальнейшем просто их по порядку ставим на одном листе и получаем все материалы, которые есть у нас в проекте. Единственное, что нельзя их сделать в одну как бы цельную, как вы допустим работали в Excel, но инструменты Гокада позволяют выгрузить все спецификации в Excel, собрать это в Excel и загрузить обратно, если вам именно требуется, вот прям точно требуется получить одну цельную спецификацию. Но это приводит к тому, что ваша спецификация становится отделенная от файла и при дальнейшем изменении вам нужно будет повторять эту процедуру снова и снова. Можно ли посчитать материал заполнения узлов? В любой материал можно посчитать, вы можете посчитать объем всех элементов, которые есть в проекте. Единственное, что нельзя будет посчитать тот материал, которых вы не создаете в проекте. К примеру, нельзя будет посчитать, вот сейчас у меня количество там электродов или так далее, то есть количество какой-то работы, которая подразумевает собой, что она должна быть, но я ее не могу создать в Revit. Ограничение по моделям, но по объему модели это Revit, к сожалению, ограничивает, потому что Revit работает на определенном графическом движке, в отличие от других программ, и он не рассчитан был на большие там цеха, заводы или большое количество элементов. Но опять же есть цикл процедур, которые позволяют сделать работу более приемлемой. В частности, это разбитие файла на стадии, разбитие файла на секции, разделение по рабочим наборам, отключение определенных элементов на определенных видах, настройка фильтров, настройка отображения элементов, создание элементов более упрощенные, работать в упрощенных видах. Так, следующий вопрос. В общем, я имею в виду несколько разделов, естественно, РКЖ, ОВВК. Если так брать, то в каком объеме это будет еще приемлемо обрабатывать? Смотрите, если вы будете работать, то на каждый раздел АР, КЖ, ОВВК, то есть ОВВК, электрика, это будут все отдельные файлы. Это не столь прихоть как бы Revit, это принцип просто работы, то есть у каждого специалиста будет как минимум свой файл. Мы же, в частности, свой конструктив еще и дробим по дополнительным файлам только из-за того, что конструктивных элементов получается слишком много. То есть, допустим, на стандартную девятиэтажную секцию у меня выходило, что порядка 9-12 тысяч закладных деталей. И это только закладные, я не учитывал армирование. Если бы я сделал еще там армирование, то я бы получил порядка 25 тысяч элементов стержней, и все это обработать Revit'у было бы, наверное, невозможно. Ну, то есть было бы очень трудно с этим работать. Выдать сметы вполне возможно, то есть вы всегда можете выгрузить все спецификации в Excel-овский файл, в текстовый файл. Сметы читают, если я не ошибаюсь, эти файлы, то есть их можно будет перегрузить. По поводу заполнения узлов имелось в виду, есть ли в программе инструменты, позволяющие заполнить зазоры между панелями, например, бетоном или стержнями. По этому поводу я, к сожалению, привык работать, ну, подразумеваю работу руками. Почему? Потому что узлов у вас может быть несколько вариантов, и в некоторых случаях создание руками позволяет вам быть более гибким в вашей модели. Это не занимает столь большого труда. То есть, допустим, на, опять же, весь проект вы можете потратить там пару часов, чтобы заделать все заполнения между элементами и поставить туда армирование. Это не столь трудный вариант. Вы больше потратите время на создание каких-нибудь семейств, чтобы симулировать эти заполнения. И попробовать, конечно, это можно, разложить автоматически, но слишком много будет условий. Я думаю, просто программу вы не сможете задать столько алгоритмов. У меня, к сожалению, этого не получилось, поэтому я перешел к стандартному ручному труду. Для сравнения приказа Extension for Revit уже делали. Сравнение со стандартным приказом, который используется от Autodesk, уже рассматривали. К сожалению, Autodesk приказ не столь гибкий. В нем нету больших возможностей для задания закладных. Здесь вы можете создать очень много условий. Расположить закладные по определенным условиям. Располагать какие вам угодно будет закладные. К сожалению, в приказе, который используется от Autodesk, этих функций очень мало. Возможно, через пару лет Autodesk все-таки доработает инструмент, и он сможет конкурировать с настройками Агакада. По файлам. Алексей, тут немножко по-другому идет подача. В Revit вы не будете работать всегда со всеми разделами в одном файле. Вы всегда будете работать с одним разделом в одном файле и подгружать к себе, если требуются, нужные разделы. Либо нужные файлы, которые имеются от ваших коллег. Вам незачем работать сразу со всеми моделями непосредственно во всем проекте. Как бы это будет просто неудобно. Revit не создан для того, чтобы так работать. Сравнение с IDAT приказ. К сожалению, нет, не проводили. IDAT... В определенное время IDAT хорошо распространял свою программу, но на данный момент я не увидел, чтобы как-то было дальнейшее продвижение продуктов. Поэтому ничего, к сожалению, не могу сказать по данному продукту. Использовали какие-нибудь другие данные продукты характеристики? Да, использовали. Раньше, до Агакана, использовали стандартный, такой, наверное, известный всем метод создания семействами и внедрением туда и все арматуры. Данный инструмент был удобен тем, чтобы, конечно, могли вытащить любую панельку уже готовую, со всем армированием, закладными. Но для изменения каждой панели приходилось всегда залазить в настройки панели и менять кучу параметров. Либо изначально все параметризировать настолько, чтобы учесть все дальнейшие изменения. То есть стандартный метод со семействами и всей арматурой, он не столь гибок, как возможность Агакада. То есть я не могу создать все панели сразу, мне это очень большой объем. Я могу обработать какую-нибудь, допустим, серию, да, вот и использовать серию, но вы тогда сможете работать только с серией. Здесь же вы можете изменять вашу серию так, как вы хотите, потому что, к примеру, старые серии были давно использованы. У вас сейчас есть новые технологии, новые возможности, и заказчики у вас хотят не стандартные коробки 6х6 метров, а, допустим, с какими-нибудь нестандартными формами, то есть полукруглыми, допустим, стенами, с эркерами, с фасками, другими. То есть мы сейчас живем в такое поколение, что мы зависим от заказчика, и заказчик хочет более интересную конструкцию, нежели стандартную коробку. Поэтому работать со старым методом было бы невозможно в данном случае. Это было бы слишком большой объем, слишком большой труд. Здесь же я могу обработать все конфигурации, там за день-два и спокойно с ними работать. Изогнутые стены как разбиваются? Довольно легко, давайте я вам покажу. И давайте вот я последние два вопросика сейчас прочитаю и покажу элементы, а остальные, к сожалению, отправляйте на почту, потому что у нас уже закончилось время вебинара. Мы соберем еще информацию и будем проводить дальнейшие вебинары. Это наш первый вебинар из этого цикла. Мы, когда будем дорабатывать еще продукт и получать новую информацию по нему, мы также будем рассказывать о ней, чтобы вы с ней могли ознакомиться. По поводу разделения круглых стен и полукруглых конструкций. Мы выберем файлик, выберем разделение. Мы можем разделить по стандартному функционалу, это по максимальному шагу, допустим, ну, показать, что это делится. Или так же, как я указывал, можно поставить зазор, либо оси дополнительно разделить и разделить так, как вам потребуется. То есть вполне корректно можно делить все полукруглые конструкции. Вопросик. Хочу учесть проемы в плитах от инженерии, используются архитектуры. Смотрите, все проемы, которые вам приходят от смежников, либо от архитектуры, вы спокойно можете перенести с учетом даже каких-то ограничений с помощью функционала программы CutOppening. К этому функционалу мы тоже можем посвятить отдельный вебинар, если вам будет это интересно. Там функционал тоже довольно обширный, довольно интересная программа. Очень много функций, которые могут вам позволить работать со смежниками. Или, допустим, хочу создать красивую визуальцию в всех разделах в одной модели в Revit. На каком объеме мне придется отказаться от этой идеи. Но вот одна секция, 17 этажей со всеми разделами, я думаю, вам будет предел, в котором вы сможете корректно работать. Смотрите, если вы собираетесь делать визуализацию, это не работа в файле. Вы загрузить можете много моделей, сделать одну картинку, запустить рендер, и пускай он рендерится. Я имею в виду работу, это когда вы прыгаете с вида на вид, располагаете элементы какие-то, располагаете закладные. Просто когда у вас будет куча всех этих элементов, вам самому будет неудобно их контролировать. Надо будет контролировать и расположение элементов в секции, и расположение панелей в секции, и какие у вас секции есть, какие объемы есть, правильность расположения элементов. Это будет просто слишком много объема в данном файле. Слишком много материалов. Есть ли какое-то решение по добавлению электрики или слаботочных сетей в панели? К сожалению, пока никаких решений нету по добавлению именно электрики. Это стандартный функционал по электрике, которым вы можете работать. Добавление различных закладных деталей под электрику работает с помощью кат-опенинга и, опять же, Smart Details. Проверки с Alibri. Можно сделать проверки по монтажному расположению, например. Да, это можно будет сделать. То есть вы можете проверить положение всех закладных относительно друг друга. Когда изогнутые делят, на какие палеты ориентируются? Вот этот вопрос не совсем понял. Что за палеты и как это сделать? Хорошо. Ну, в принципе, все. Давайте, наверное, закончим. Все вопросы, которые у вас появятся, пишите, пожалуйста, на почту. Мы их обработаем и постараемся осветить в следующих вебинарах, либо просто ответим. Спасибо. До свидания. Всем. Продолжение следует...